Я хотела сжалиться и оставить тебя дома, но раз ты умный такой, то марш в школу, живо! Но мам, скажи отцу, может он отвезет тебя до школы? Я крикнула раздраженно, ладно! Всем приветики, рада видеть вас на моем канале Телькоплей, я Наташа. Мы сегодня с вами продолжаем играть в мод Зайчик Аковы Тьмы и смотреть, что же там будет у Антона с новенькой девочкой Миланой. Тут можно сделать несколько выборов, мы с вами сделали уже один выбор и смотрели, что будет, если мы выбираем Катю и помочь ей. Сейчас мы смотрим, что будет, если выбрать, собственно, Милану, новенькую девочку. Но потом, наверное, по классике посмотрим, что будет, если мы выберем Полину. Полина у нас останется напоследок, потому что Полина изрядно нас уже подзадолбала, Антон только ей грезит, поэтому ему нужны новые женщины. Антон прям у нас какой-то местный жигало. Ну хорошо, значит, мы с вами остановились на звонке, который нас с вами прервал, поэтому продолжаем играть с вами дальше. Двери распахнулись в класс, неторопливо вошла Лилия Павлова. Будет ли она нам что-то тут новое рассказывать? Или нет? Ну, скорее всего, она меня снова вызовет к доске, то есть мы это с вами уже видели, поэтому можно перемотать. Перемотать до какого-то нового момента, который мы с вами не видели. И это мы тоже видели, что у нас тут какая-то страсть произошла. Мне интересно, что тут только вот и всего-то или что? А, ну то есть вот так, да? Угу. Понятно, понятно. Ясно, хорошо. Ладно. На этой ноте мы не заканчиваем. Мы идем с вами, давайте, вот сюда и посмотрим, что будет, если мы выберем гитару. Наверное, гитара. Я давно хотела на ней играть, только вот все никак не получалось. Понимаю тебя. Идти с Полиной было гораздо веселее, чем одному. Но это мы тоже все читали. Полина же отстранилась. Шла по попросике с пустым взглядом. Ну, короче, она огорчилась, что я сказала, что мне понравилась гитара. Вспомнил отношения Полины к Милане. Нотки ревности заполнили мои мысли и никак не хотели отпускать. Страх ненужности и одиночества впились в меня осыми когтями. Ну, и тут он начал с... Полин, мы всегда будем друзьями? Что за глупый вопрос, Антон? Конечно, будем. Просто мне кажется, что ты подружишь с кем-то еще, а про меня и вовсе забудешь. Антон, как тебе в голову такое пришло? Я всегда буду на твоей стороне. Ну, хорошо, смотрим, чего мы с вами могли не видеть здесь. Здесь вроде бы как вот это все видели, еду себе готовили, в школу пришли. В общем-то, ну, расскажем давайте ей. Давайте ей также поделимся с ней, расскажем. И все. То есть ничего прям супер такого у нас не меняется здесь. Как-то что-то я не поняла. Причем здесь оковы тьмы вообще, если честно? Хорошо. Есть еще один вариант, который мы с вами точно не смотрели. Это остаться дома, когда нам мама предлагает пойти либо в школу, помогать девочкам украшать класс, либо остаться дома с Олей. Давайте посмотрим, что будет, если мы останемся дома с Олей. Ну уж нет, там опять эта ненасытная Катя. Ждет, не дождется. Распустить новые слухи обо мне. Мам, я не хочу. И вообще, я устал. Устал он. Ты только проснулся и уже ленишься. Мам. Мы слова сильно разозлили маму, чего и следовало ожидать. Антон, я хотела сжалиться и оставить тебя дома. Но раз ты умный такой, то марш в школу. Живо. Но, мам, скажи отцу. Может, он отвезет тебя до школы. Я крикнул раздраженно. Ладно. Только сначала доешь. Не буду я есть эти... И вообще, я не голодный. Конечно, я соврал, но ступать матери в этой ситуации категорически не хотелось. Ты как со мной разговариваешь? Ух, какой. Я не ответил. Двинулся в прихожую, оделся, натянул шапку, ботинки и вышел на мороз. Мама раздраженно фыркнула и пошла собирать разбросанные Олей игрушки. То есть, варианта остаться... Ну, как бы это... Папа настраивал машину, я решил попытать удачу. Пап, можешь отвезти меня до школы? Антон, я сейчас на работу еду. Сходи сам. У меня нога болит, мне лень. У меня нога болит. Пап, у меня нога болит. Можно я с тобой доеду? Пожалуйста. Мои слова прозвучали достаточно убедительно, так что папа сдался. Ладно, садись. Только быстро. О. Вишь как, такого мы с вами еще не видели. Я сел на гретую машину, то тронулась, и мы поехали вдоль тропинки. Снег падал на окна автомобиля, который с каждой секунды набирал скорость. В глаза бросилась первая сплетница школы. Катя. Она именно шла куда-то по тропинке. Интересно, раз она не должна быть в школе? Если она идет не в школу, есть шанс, что мы с Полиной будем одни. Полина. Ладно, ради лишнего времени, проведенного с Полиной, можно и сходить. В голове сразу вспомнилась девочка со скрипкой. Ее имя вызывало целую феерию в моей голове. Она была будто водой, которую пьешь, но никак не можешь напиться. Ее сладкий, ежевичный запах, гладкие волосы цвета вороньего крыла, глаза, напоминающие бездонный океан, в котором хочется утонуть. А взгляд милый, понимающий, всепрощающий, а шепот, как расправленное на сковородке масла. Вот бы запомнить его, украсть. Хотелось взять Полину с собой в лист, и чтобы флейта играла и уносила нас свысь. Полине бы понравилась ее мелодия. Ее локоны щекочут ноздри, и я, окрыленный, словно попадая в другой мир. Антон, мы приехали, выходи. Спасибо, пап. Я вышел возле ворот. Папа же без промедления нажал на газ и поехал дальше по тропинке. А я, оказывается, в школе. Сегодня школа имела особую атмосферу. Но это мы уже видели с вами. И это мы все с вами видели. И читали это все. Ну что-то как-то слишком уж... Так, ну новенькая девочка. Я даже не знаю, как мы тут можем что-то иначе сделать, чтобы увидеть какие-то новые сцены, которые мы не видели. Полина здесь у нас, значит, имеет территорию, если что, если вдруг кто-то забыл. А давайте ее вообще по полной продинаме. Ну, хотя ее и продинамила. А если я промолчу? Так, ну это вот наша новенькая Миланочка. Ну, короче, и что мне с этим делать? Взять гитару. Давайте не будем брать гитару. Лучше не надо, посоветовал Шепоток в чулане. Пылиться будет. Извини. Наверное, ты права. Это слишком сложно. Мне она не нужна. Хорошо. Милана оказалась веселой и доброй девочкой. Мне нравилось общаться с ней. Полина рассказала ей о каждом однокласснике. Мы болтали и слушали забавные истории из жизни. Это тоже мы все видели. Анкету ей запомнили. И пошли снова с вот этой вот... Ну, давай скажем, что нам нравится гитара. Ну, как будто бы тут ничего не меняется. И меня это расстраивает. Меня это очень расстраивает. Давайте не будем ей рассказывать. Нет, я не могу рассказать об этом. Не хочу переваливать с больной головы на здоровую. Пусть, слышь, это все будет только в моей голове. Я привык все в себе держать. Даже тогда, когда это не нужно. Прости, пожалуйста, но нет. Я не отвечу тебе ничего. Если только в другой раз как-нибудь. Девочка отнеслась к этому с пониманием. Как знаешь, не буду тебе навязывать. Но напоследок скажу. Нельзя все в себе держать. Иначе ты станешь еще более скованней, чем прежде. Надеюсь, ты меня понял. Я кивну. Вот и прекрасно. И то есть, больше ничего здесь не меняется. Так а почему тогда Акова Тимы называется, если тут ничего не меняется? Тут все то же самое. Я как-то даже расстроена. То есть, мы формально не увидели с вами ничего нового. Что могло бы тут как-то нас удивить? Не, ну как бы неплохо. Но какая-то недосказанность. Как-то одной главы маловато. Хочется еще. Но получается, что мы с вами посмотрели все развития событий, которые тут есть. Поэтому пока что больше я ничем вас удивить, к сожалению, не могу, ребят. Это будет короткая серия. Но нам нужно было посмотреть, что будет. Что будет, вы увидели. Ничего не будет. Если я что-то вдруг пропустила, то тоже напишите мне об этом в комментариях. Может быть, я что-то упустила. Не заметила. Но мне показалось, что я сделала все прям так. Мне, наверное, больше всего понравилось, как мы гуляли с Катюхой и ходили к Ромке. Потому что сюжет что с Миланой, что с Полиной, как-то недораскрыт. А вот с нашей Катенькой было довольно интересно. И даже в этом моде Катя показалась весьма милой девочкой. Как считаете, вы пишите в комментарии. А мы с вами скоро увидимся. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!